Всем привет, с вами Фауст, добро пожаловать на канал Фауст Плей. Сегодня у нас небольшой гайд по игре Альбион Онлайн, касается он рынка. В игре в каждом городе есть свой рынок, на котором установлены свои цены на товары, на продажу, покупку. И поэтому нужно мониторить. При покупке нужно искать, где дешевле нужный нам товар, при продаже, где дороже. Это очевидно. Что мы имеем, когда заходим, что мы видим? Первое, это мы видим поиск, то есть мы можем искать то, что нам нужно. По названию, по категории, по уровню, то есть тиру, по зачарованию, то есть дополнительные тиры 4, 1, 4, 2, 4, 3. И по качеству, от обычного до шедевра. Далее первая вкладка, это купить, то что мы изначально видим. Здесь изначально цена сортирована от минимальной до максимальной. И все товары, которые попадают под эту цену. Вкладке дальше продать, заказ на покупку, мои заказы, мы все постепенно освоим. Что нам нужно купить? Допустим, нам нужно купить зерна. Мы вбиваем зерна и мы видим зерна пшеницы. Минимальную цену нажимаем купить. Далее мы видим вот такую вкладочку. Здесь мы также можем продавать, если у нас есть. И заказ на продажу, заказ на покупку делать. Устанавливаем количество, допустим, 10 единиц нам нужно. Мы видим сразу цену за единицу и всего, сколько мы заплатим. Но мы также можем открыть дополнительную вкладку, которую не все замечают. Вот, нажимаем ссылочку, открывается дополнительная вкладка. Сейчас нас интересует заказ на продажу. Потому что мы покупаем. И поэтому мы смотрим цены от минимальной. Тоже есть и максимальной. То есть в принципе это нам не сильно, конечно, актуально. Потому что мы вначале будем искать саму минимальную цену. И мы уже там нашли ее. Но в принципе вы должны знать, что есть такая вкладочка. И можно нажать купить. И у нас в принципе все это купится. Но пока мы этого делать не будем. То есть я сейчас закрываю. И идем дальше. Вот продажа. Ребят, самое главное, чтобы вы видели. Если в поле что-то хоть одно поле сбито, то ваш югдаг будет пуст писать. Потому что оно будет искать, допустим, зерна, которых у меня нет. Мы отключаем, удаляем зерна. И видим наш весь инвентарь. Здесь есть в принципе все, что у нас есть в инвентаре. И мы все, что мы можем продать. Но опять-таки, если это инструменты, оружие, броня, то их нужно чинить, прежде чем продавать. Потому что нам система не позволит продать поломанные. Далее мы видим, допустим, мы хотим продать бруски. Нажимаем продать. Мы видим опять-таки эту вкладку, если у нас не открыта дополнительная вкладка. Открываем дополнительную вкладку. Сейчас мы продаем по заказы на покупку. То есть, по максимальной цене по 7 единиц серебра за 69 количество брусин. Либо мы можем заказ на продажу сделать. И установить сами цену. Попадем тогда в эту категорию. И мы можем устанавливать цену любую. Любую цену можно устанавливать любое количество. Продавать, что у нас есть. Из того, что у нас есть. Но! Опять-таки, чем цена выше, тем вероятность продать ниже. Это логично. Поэтому цену мы ставим, допустим, 7. Меняется и налог, который мы платим. Уменьшается, потому что цена ниже. При увеличении, соответственно, будет налог выше. Видим, сколько мы всего получим. И также можно поменять количество. При этом мы продаем. И люди, которые будут покупать, они будут видеть нас в списке. И чем, конечно, цена ниже, тем выше будет список, если сортируют от низшей цены. А так делают все. Также мы видим график. Это мы можем наблюдать, как изменялась цена. В данном рынке, например, на 4 недели, за 7 дней, за 24 часа. И видим среднюю цену. То есть, в принципе, мы можем амитировать, когда продаем, сколько нам выгодно, насколько мы сможем продать, в принципе. Так, вроде здесь все, ребят. Главное запомнить, что если продаем просто продаем, то мы продаем не боту, как это говорили, как говорят, а продаем на заказы на покупку. Вот кто поставил максимальную цену, мы ему продаем. Если мы все скупили у нас, мы продаем в следующем. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, если даже, допустим, мы продадим все по 7, то будем дальше продавать по 6. И цена, соответственно, у нас будет прибыль падать. То есть, нам выгоднее, конечно, продавать через заказ на продажу. Но, если цена, как видите, 8-7, отличаясь в единице всего лишь, то нам просто выгодно продать через просто галочку продать. Потому что, в принципе, мы и так, и так будем продавать по 7. И за 8 конкурентность довольно большая. Далее мы идем в заказ. Ну, допустим, попробуем сначала продать, допустим, брусья. Чтобы я вам показал, куда еще дополнительную вкладку, которая сейчас не видно. Вот мы выбираем заказ на продажу, допустим. Ставим цену, допустим, по 8, чтобы нам не купили сейчас, потому что я не хочу продавать. И, допустим, ставим единиц 2. Две штуки. Видим, что мы платим налог. Ставим заказ на продажу. Попадает это все дело вот сюда. Видите, брусья березовые. Вот мы это что подаем. Здесь мы можем их цену редактировать. Выставлять новую цену, заплатить повторный налог. Также мы можем забрать наши брусья. И у нас появляется новая вкладочка, которая также появляется, когда мы покупаем предметы, чтобы вы знали. Не все знают. Я сталкиваюсь с вопросами, типа, я не знал, как вначале купили, забрать свои продукты, которые я покупал, товары, как забрать. Вот вкладочка завершенные операции. Сюда попадают товары, которые вы купили или которые забрали с рынка, не продав. То есть, вот просто крестик нажали, забрали. Можно забрать по частям, если у вас не влезает. То есть, открывается такая вкладочка, мы выбираем, сколько нам надо. Либо забрать все, если у нас спокойно места хватает. Также мы видим здесь количество наших денег. И знаем, сколько мы можем потратить. В принципе. Ну и на этом, в принципе, все. Вроде как ничего не забыл. Ну, заказ на покупку. Это мы можем, опять-таки, выбрать любой товар. И заказ на покупку оформить. То есть, опять-таки, все тоже. Установить свою цену, которую мы хотим купить. Опять-таки, выше, чем у других, чтобы быстрее продать. Либо ниже, но тогда будете рассчитывать, что продадите вы позже, и если цена не будет расти. В принципе, так же количество можно установить. Все как везде. Здесь, в принципе, ничего сложного на рынке нет. Но, опять-таки, есть новички, которые сталкиваются с проблемами. И часто попадаются на неправильные гайды, там, что увидят неправильно. Ну, в принципе, я вроде как все на этом объяснил. Если есть вопросы, вы, конечно, задавайте их в комментариях, ребят, под видео. И обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, ребят. И если вы не подписаны, подписывайтесь, не жмякайте колокольчик обязательно. У нас стримы каждый день. И очень часто эта игра, уже 27 стимов было в этой игре, ребят. Приходите каждый день на стримы. Спасибо за внимание, ребят. Всем удачи. Всем пока.